Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с престольным праздником поздравляю всех, дорогие! Вот мы видим такое удивительное событие, когда осенью мы поем пасхальную утреннюю, как и называется, Вторая Пасха. В связи с тем, что престольный праздник нашего предела, вот этого северного, в память воскресения Славущего, когда один из храмов, здесь поблизости в Москве, где-то уже во второй половине XIX века был снесен по причинам градостроительства, всяких изменений градостроительных, и был сюда перенесен вот этот престол, и предел, вот эта часть нашего храма, такая называется, предел по сторонам света, северный, там, южный Космодемиана, а это вот северный, воскресение Славущего. Название такое, конечно, не очень понятное, но в переводе означает, собственно, смысл, который называется воскресением. Почему так? Сам праздник установлен в память окончания строительства храма Господня в Иерусалиме, на том месте, где был распят и погребен, и воскрес Господь Иисус Христос. Собственно, этот праздник, он исторически следовал за праздником обретения креста, вознесения креста, поэтому здесь вот с правой стороны, где обычно изображается храм и икона, здесь мы видим и с одной стороны воскресение Христову икону, а с другой стороны икону воздвижения креста Господника, да? Патериарх Юросалимский поднимает крест над всем народом и вот празднует это событие. Это событие было в 333 году, легко запомнить, в царствовании Константина Равнопостного, который поручает своей матери, Равнопостной Елене, благочестивой христианке, и поручает воздвигнуть храм, найти сначала место, где вот был распят Христос, найти по возможности крест, на котором был распят. Ну и действительно, это событие произошло, крест был найден, подробно сейчас об этом говорить не буду, но, во всяком случае, это был 333 год, и император повелевает на этом месте построить храм. И настолько это было необычно, настолько, ну, все время, две с половиной сотни лет гнали христиан, христианство было под запретом и все, и тут вдруг император повелевает строить храм во имя воскресенья Христова, храм на месте распятия и воскресенья. Конечно, это было великое событие, столь значимое, что поначалу, как раз праздник освящения, вот этого, через два года, в 335 году, храм был закончен, его освятили, и, значит, событие это праздновали. Вот, а на другой день уже праздновали, вот, сам факт обнаружения креста и его воскресенья. Но с тем временем установилось так, и, конечно, и правильно установилось, что больше стали уделять время празднику, такое значение праздника, именно последующему празднику, воздвижнее креста Господня, а само по себе строительство храма и его освящение, оно предшествовало, вот, как бы, предправство. Вот, ясно, что для того времени строительство храма, там, где вообще место было, ну, все снесено, так сказать, языческие храмы были, и вдруг император повелевает строить храм, конечно, грандиозным событием, великим. Ну, а потом, естественно, все-таки больше удивлять листали время саму факту, вот, воздвижнее креста, саму, вот, факту воскресенья, того знака, который стал руководящим для христиан вот с самого начала. И действительно поразительно, что знак, который для язычников первого века и последующих, вплоть до этого времени, до четвертого века, был знаком казни, позора. Человек распинали живьем, прибивали гвоздями, человек умирал в муках, наверное, несколько дней, и все, страстный, страшный позор, и все, смерть рабов была такая. А вдруг этот крест становится знаком победы над смертью, знаком почитания, знаком самое священное, что только могло произойти в мире. Почему так? Сын Божий был на нем распят. Сын Божий принес себя в жертву за то, чтобы даровать нам жизнь вечную, жизнь после нашего воскресенья. И действительно, это само после воскресенья, событие, которое так трудно поверить, что апостол Павел не случайно пишет в первом послании к Коринфянам, что мы веруем в Христа распятого, иудеям соблазн, а илиным безумие. Для верующих иудеев, Мессия, который распинают, соблазн, как это может быть? Мессия, это тот, кто придет, установит царство, установит Израиль, и все, а тут его, кажется, распинают. А для Елена безумие, потому что, ну как, ну что-то, кто-то воскреснет, кто-то поверит, что воскресает, и так далее, и так далее. Но, а как иначе, случилось так, что простой ремесленник из маленького городка Назовета, еще какой-то Галилей такой, район такой, на дурном счету, языческая Галилея, вот, вдруг его учение, все, что он делал, становится стопочитаемо, что при том, что оно потерпело полное казалось, крушение, распятие, все уничтожено, все нет ничего. Вдруг начинают возникать христианские общины, которые верят в воскресенье, которые пишут Евангелие, пишут послания, возникает новая эра, возникает новая цивилизация, совершенно происходит все полное изменение в жизни людей. И мало того, надо добавить еще и то, что когда говорят, вот, наука, так, вера, противоположная, вот, это совершенно не так. Достаточно сказать, что наука возникла именно в христианской цивилизации. И именно там, ни в Китае, ни в Иде, ни в буддизме, ни в исламе, там были какие-то начатки, все. Но полный расцвет именно в христианской цивилизации. Значит, это давало какие-то особые познавательные силы человеку. Случилось так, что именно в христианстве осуществляется тот завет, который был дан Адаму, когда поселяет его бога в Эдеме, возделывать и хранить. То есть возделывать, приспосабываясь для своих человеческих нужд, но в то же время хранить, охраняя природу, понимая, что она нестерпаема, что силы могут истощиться. И вот это задание, которое дается, оно осуществляется в сущности именно в христианстве, благодаря открытиям науки. Совершенно поразительно, ведь весь мир жил, в общем-то, неизменно. Скажем, жизнь, допустим, Авраама ничем не отличалась от жизни Моисея, хотя Моисей жил 400 лет спустя. Так же после овец, холст, так же сражались, так же воевали, так же там. Всё было то же самое. Вот. Ничего не менялось. И античное мировоззрение спустя и после этого ещё века именно такое, что в мире ничего не меняется. Но потом вдруг начинает меняться после христианства. Возникает университет, возникает изучение, так сказать, античности, изучение небесных светил. И вдруг открываются совершенно поразительные вещи. Что Земля, так кажется, всё-таки не плоская, а шарообразная. Что Земля находится не в центре Солнечной системы, а одна из планет. А что кроме Солнечной системы существует ещё много-много других. И сейчас приходит к поразительным таким вещам, что понимаешь, что мы видим те галактики, которые уделены от нас на миллионы световых лет. Громадность мира, загадочность, тайны мира всё более и более возрастает в понимании. И в то же время человек удивительным образом познаёт этот мир. И те события, те изменения, которые происходят, скажем, начиная с эпохи Просвещения до нашего времени, мы видим всё время что-то новое, новое, новое. Потрясающий прогресс техники, всё меняется в мире. Мы видим, и понимаем, представление о том, что мир не изменен, что вот как он был создан, так он всё дальше идёт, конечно, не так. Наука раскрывает, что, конечно, это не так. Конечно, хотя мы имеем общие гены с какими-то там червяками и амёбами, но они жили для нас, до нас миллионы лет. И сама история человека, значит, и тоже сейчас на порядка ста тысяч лет. А наши предки, с которых мы росли там шимпанзе и мы с вами, разделились 6 миллионов лет назад. То, что они родили, это так же, несомненно, как то, что Земля вращается вокруг Солнца. У нас 95% генов общими с шимпанзе, и никуда не денешься. Но те, которые различаются, они это нам дают огромные преимущества в строении мозга, и всего прочего, которые оказываются колоссальным приёмником божественной информации. Не только не орудием, не источником мысли, а скорее приёмником мысли, который даёт Господь открывает. И не только в религиозном плане, но и в научном. Известно, Менделеев свою таблицу во сне увидел, Бог показал, ты же исследуешь, трубишься, вот она так, всё выглядит вот так. Так что, вот это всё, если есть подтверждение, что невозможно, невероятный факт воскресения таки был. Был вот этим историческим событием. Иначе, как можно объяснить себе возникновение и сохранение церкви? На этом и настроилось. Люди открывали для себя по-разному. Кто-то открывал так же драматично, как апостол Павел, когда Господь не удивлялся. Кому-то это открывалось в каком-то чуде, вот, чудесной помощи, там, от усопших. Самые-самые разные. Пути всех людей к Богу самые разные. Как люди все разные, так и тысячи, миллионы путей, которые человек приходит и открывает для себя Бога. И вот это празднование воздвижения Креста Господня, оно как раз и даёт в начале церковного года, после Рождества Богородицы, так же тоже вместе с ней рождается этот мир для совершения Божьих дел. А воздвижение Креста даёт нам вот это удивительное чудо. Во-первых, что жизнь, да, трудна. Что в жизни нас ждут и жертвы, и болезни, и трудности, и смерть, как и Господь. Но в то же время в этой жизни имеются радостные события. Любовь, истречи, дети, красота, новая культура, искусство, всё. Это всё как бы вот так пронизают друг друга. И Пимали содержит такие очень трудно понимаемые, но ответы на этот вопрос. Почему зло? Почему страдание? Книга Иова об этом, что и говорит нам, расскажет. Но в него надо вникнуть и понять. Кстати, недавно, к сожалению, умерший, почише наш прихожай, Борис Михайлович Батер, у него есть замечательная лекция. Они сейчас, видите, книжечки уже сломаны, он сам это редактировал, пока в электронном виде мы поместим на сайт храма. Замечательно разбирают вот эту самую трудную книгу Библии. Почему в мире зло? И отвечать, так отвечают друзья, и его, ну, там когда-нибудь цик решил, там всё-всё. Борис очень хорошо пишет, а то он вот так хорошо был отвечать, когда у него всё было получено, чужую беду руками разведу. А как на самом деле, если человек болеет, если человек вообще в лагере, в Освенцим и так далее, как ему это утешение, так сказать, мало его успокоит. То есть жизнь тоже для нас загадка. Она тоже наполнена вот именно и страданиями, и радостью, и главной, конечно, радостью воскресения. Так что очень удачно, так сказать, благословение, что в нашем храме соединяются оба праздника. И праздник вот этого освящения Версалимского храма, и праздник воздвижения Креста Господня. Один говорит о радости воскресения, а другой говорит о тех страданиях и благословениях. И этот край перед нами вот такую новую перспективу жизни, в которой живет христианство. Тоже Борис Балт очень хорошо говорил о том, что есть две логики жизни. Логика вот этого всего мира, логика сатаны в сущности, логика выгоды. То, что выгода была делать, и выгода делать не было. И логика жертвы. А созидает именно жертвы. Когда человек что-то, так сказать, уделяет от себя силы, время, мать рождает ребенка, рискует своей жизнью, воспитывает, тоже отдает, все, все, все. Но из этого происходит созидание. А вот логика выгоды – это логика разрушения. Вот эти две силы – божеская сила созидания, и как паразитирующая на ней, вот эта сила разрушения. Хорошо, поэтому будем идти за нашим Господом, который дает нам вот этот замечательный пример, победы на смерть, несмотря на эти страдания. Победа, что жертва, всякая жертва, оказывается как-то удивительностью и даетной силой. Именно отдавая, мы получаем. Пусть Господь благословит нас, чтобы эти тайны нашей духовной жизни все более и более раскрывались в нашем сердце. Аминь. Благодарим всех за молитвы, благодарим хор за прекрасное пение, помогавшее нам молиться. Завтра будет одна литургия, и напоминаю вам, что у нас литургия по субботам тоже начинается в 10 часов утра, там половины десятки начинаются, исповедь, часы и так далее, а литургия в 10 часов утра.